всем доброе утро вот под этот шум дороги я и спал в принципе уже наверное привычно вот это мое спальное место с падающим но он не падал я тут все-таки лежал немножко жестковато было типа вот такой лавочке да все теперь в бой 200 километров 240 осталось до анкары вот стою я на трассе что-то никто не хочет останавливаться уже минут 30 стою в итоге не словил я машину поеду ближе к городу я нахожусь сейчас на уже участке трассы я думаю поэтому здесь и не останавливаться во первых четыре ряда и уже скорость довольно большая еду в анкару но уже сменил место и все не могу ничего словить бля что то я или не тут делают не хотят вот я еду на таком поезде бля и представляете сейчас пришлось баллон стравить газа блин на руки попал вот сволочи не разрешили это самый быстрый поезд на котором я пока что гадался скорость больше двухсот километров в час как на мотике летишь я заплатил за него 10 долларов но мне пришлось выкинуть строку в полу даже немного пока руки себе спалил но это как бы мелочи сзади сейчас докатлон куплю потому что моя система горелки не очень хорошая которая была я и в анкаре добрался это вокзал будем изучать купаться правда нельзя ну чё симпотно все-таки столица как-то что-то поезд не внушил мне какого-то восторга мне показалось что он ехал мельнее чем не якобы говорили потому что мы ехали почти два часа то есть это больше ста километров всего лишь может местами ну конечно была одна остановка вот я потратил 30 лир и плюс баллон 12 лир поэтому я как бы скажем не в восторге можно было сэкономить и какой-то велосипедист турист проехал для нагруженный пиздец я вот понимаю что я бы не хотел бы ехать просто на велосипеде вот вот просто вот нет и все вот это не мое автостопом великом нормально но просто на велике ехать я в этом удовольствие пока не понимаю конечно сейчас я думаю выехать на черное море может пару дней проехать вдоль него но если не будет гор ну я посмотрю до батуми мне где-то примерно 1400 километров довольно много я надеюсь что автостоп здесь с анкары будет попроще чем кони все-таки на коне я убил почти два часа и даже ни одна машина не остановилась как-то странно анкара красивый довольно зеленый город ничего пока такого особенного не увидел да и достопримечательности по путеводителям вроде таких бувал нет думаю переночевать по каучу и на утро двигать на черное море интересно посмотреть море с другой стороны с другой стороны непонятно почему-то такие низкие двери кара я нахожусь почти в центре спального района обещание погуляю а то сплю завтра и рано утром двигаюсь дальше сегодня воскресенье и я налегке сегодня выходной еду смотреть достопримечательно никаких рюкзаков нет сумок все легко я выспался смотрел за фильмом вот еще одну ночь в анкаре и завтра уже на море огромный город прощобы конечно пугающие люди какие-то дикие что так смотрят да вот это заброшенный город и непонятно живут еще люди ли не а вот цивилизация полшаги и это и есть анкара большой город я иду он в эту башню может там какой-то будет вид эти турки такие патриоты везде флаги висят даже через одного на квартирах ну что я забрался какую-то жопу как обычно плят трущобы чего не мог сразу догадаться что не будет здесь ничего хорошего поедем дальше я был он там немножко промазал короче нифига не красиво как все-таки любят путеводители разучил такой хрень большинстве случаев не она рассказала бы что процента 80 это все хрень все достопримечательно которые я проезжал смотрел не стоит чтобы тратить на них деньги ну как-то вот так зато вот весь город видим город огромный я поеду он туда посмотрю там монумент какой-то и все и после этого буду просто шляться по городу ну как-то ну вот я прошел на какую-то фигню их недосопримечательность это монумент или здесь похоронен какой-то их президент и узнать я уже этот путеводитель не и даже читать не хочу так смотрю по точкам что интересно куда было посмотреть что монументально вот здесь я оставил велосипед и уже пешком иду смотреть что красиво блин купил черешни думал сейчас посижу в тенечке покушаю а хрена с там чёрт прицелька другое место что монументально даже он охрана есть беленький и такое пошел отдыхать смена караула и и вот такая фигня ну нормально интересненько свежо но интересно что-то непонятно зачем это что нужно на что-ли посмотреть интернете здесь прохладник а точно это все-таки гробница президента или кого кого-то там править хорошо ему на мой прохладник вот я подумал странно люди фотографируются на могиле усопших это достопримечательность чувак умер какой-то и на его могиле все подкрыть получает это будет им показалось я был на могиле да а я тоже был на пирамидах на могиле фото это тоже одна из хрени интересно но чуваки стоят прикольно как настоящие точнее на самом деле они настоящие как восковые президента шикарно линкольн вот такой интересный музей некоторые экспозиции прошел здесь хоть нет охраны потому что запрещают фотографируйте снимать ну посмотреть можно вот что сказать так чтобы супер прямо вау что-то музей посвященной истории как стало турция турции музей авиации турецкой я хотел бы научиться на таких самолетиках питать ну на таком я умею уже не кажется камня вниз какая-то фигня интересно попрыгать или что такое можно вот одна особенность бесит не только турция то что водители ну они вроде хороших тебя подбирают но при этом они игнорируют что сигнале такие нервные не пропускать за списка вообще людей также не пропускают только машины здесь уже такой ровничка богаче небоскребы небольшие красивенько все охраны больше маркетинг вот день уже подошел концу в эту квартиру писался еще один чувак с китая парень автостопом движется с китая вот доехала турции через таджикистан фиргизстан ну такие короче странами непонятные ну все супер меня покормили муста чувак у которого я ночую вторую ночь он очень хорошие гостеприимный человек уже и кормит и все делает прям аж неудобно ну вот так вот говорит нет ничего не надо делать все так что я отдыхать и завтра наконец-то я увижу черное море пока